Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Микроперепись населения пройдет в октябре этого года во всех регионах России. В опросе Росстата примут участие около 2% населения страны. Ученые уже называют эту микроперепись уникальной. В чем ее особенность, об этом мы поговорим с Тамарой Стельмах. Здравствуйте, Тамара Александровна. Начнем, наверное, с самого начала. Вообще, с названия самого предстоящего мероприятия микроперепись. Что это такое и чем она отличается от обычной переписи населения? Перепись населения проводится в соответствии с действующим законодательством не реже одного раза в 10 лет. Перепись населения была проведена в 2010 году. Следующая перепись планируется на 2020 год. Временной период в 10 лет – это значительный временной период. Поэтому некоторые вопросы, полученные в ходе переписи населения 2010 года, уже потеряли свою актуальность. В этом году проводится микроперепись в рамках исполнения плана мероприятий концепции демографической политики, утвержденной правительством Российской Федерации на 2011-2015 и на период до 2020 года. Отличительной особенностью проведения микропереписи именно 2015 года является изучение социально-демографических вопросов. Сама перепись населения, которая проходит в соответствии с федеральным законом – это стопроцентный охват населения. Во время проведения микропереписи задается процент выборки в зависимости от субъекта федерации от 1 до 4%. На территорию республики Хакасия этот процент выпал в размере 2,9%. То есть у нас будет опрошено в пределах 15 тысяч человек населения или 6 тысяч домашних хозяйств. Вообще, как будет проходить сама процедура переписи? Переписчики будут ходить по домам, либо людям придется куда-то прийти? Процедура микропереписи обычная, она такая же, как и при переписи населения. То есть переписчики ходят по живым помещениям, которые попали в выборку. У нас в республике Хакасия более 6 тысяч живых помещений будет посещено нашими переписчиками. Время проведения микропереписи это с 1 октября по 31 октября 2015 года. Посещение может быть как в дневное время, так и в вечернее. И особенно, так скажем, это выходные дни. А как вообще отобраны вот эти самые 2,9%? 2,9% населения, которое попало в выборку, отобрано случайным методом. На основе массива населения, который был получен при переписи населения 2010 года, была сформирована вот эта выборка по слоям. То есть сюда попало как сельское население, так и городское население. Отбирались семьи с различным количеством детей, одинокие семьи. Сюда по социальной направленности была выборка, а также по национальности, по степени родства. То есть критериев отбора было заложено очень много по различным процентам. Над этим работали научно-исследовательские институты, когда формировали выборку, для того, чтобы представить, были представители различных слоев населения, чтобы в выборку попали представители различных слоев населения. Вот это как бы главное. Чтобы потом пошло распространение на всю совокупность населения, и были представители различных социальных групп. В этой переписи будет много уделено вниманию демографическому настрою нашей страны. Расскажите об этом поподробнее. Что же будет у нас спрашивать? Населению будет задаваться 28 вопросов с самой, так скажем, различной тематики. Это 17 обычных вопросов, которые содержатся при любой переписи. Это возраст, пол, национальность, образование, гражданство и так далее. И особенным блоком при проведении микропереписи населения 2015 года будет изучаться, так скажем, рождаемость населения. То есть женщинам будет задан вопрос, сколько детей они уже имеют, а также будет задаваться вопрос и мужчинам, и женщинам о том, сколько бы они хотели иметь детей уже при наличии уже имеющихся, при соблюдении определенных условий. И таких условий у нас прописано 12. И каждое это условие они должны будут оценить по пятибалльной системе. То есть какой из факторов может оказать большее влияние на то, чтобы семья захотела иметь еще несколько детей. Такими факторами являются материнский капитал, выделение земельного участка при рождении третьего ребенка, предоставление места в дошкольном учреждении. Вот 12 критериев очень интересных для изучения. И на основе полученных данных именно по этому блоку правительством Российской Федерации будут приниматься конкретные решения. То есть мы сейчас уже как бы не единожды слышали мнение наших руководителей о том, что продлить выплату материнского капитала, федерального материнского капитала, либо прекратить эти выплаты. И вот один из основных таких вопросов уже будет заложен в обследование. И результаты этого обследования дадут как бы почву для принятия решений уже в последующем на уровне правительства Российской Федерации. Сколько специалистов-переписчиков будет работать? На территории Республики Хакаси будет работать 40 переписчиков. Микропереписью будет охвачена практически вся республика, за исключением муниципального образования города Базаев в связи с его отдаленностью и Арченикидзевского района в связи с трагическими событиями апреля 2015 года. Переписчики будут работать как в сельской местности, так и в городской. Они уже подготовлены у нас? Проведение микропереписи назначено с 1 по 31 октября. Период обучения переписчиков – это 1-2 октября. Они непосредственно в здании Хакастата будут проходить обучение. Им выдаваться будет инструментарий, с которым они пойдут, как мы говорим, в поля. Если во время обхода переписчик не застанет граждан дома, то он оставляет информационный листок со своими контактными данными с просьбой позвонить ему и в дальнейшем назначить удобное для граждан время, чтобы переписчик пришел и провел интервью именно в удобное время. Как узнать переписчика, как он будет выглядеть, чтобы не допустить случайно в дом мошенника? Переписчик будет при себе иметь удостоверение, подписанное руководителем Росстата, которое действительно при предъявлении паспорта. У переписчика будет портфель синего цвета с надписью Росстат, светоотражающий браслет. Особенностью микропереписи населения 2015 года является то, что опрос будет проводиться с помощью планшетного компьютера. Будет заполняться электронный опросный лист. Микроперепись в таком масштабе впервые будет проводиться с использованием электронных опросных листов, где будет установлен GPS-навигатор, то есть время проведения и место проведения будет фиксироваться с помощью GPS. Надо ли предъявлять документы свои? Как вообще будет это вот в этом плане перепись проходить? Населению предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие личность, вообще не нужно. Переписчик также не будет записывать и адрес, где он ведет интервью. Они могут называть себя по имени-отчеству, представляться по имени-отчеству, могут назвать, что он хозяин помещения, может сказать, что это муж, либо жена, любым именем, как он посчитает себя нужным назвать. То есть все будет абсолютно анонимно? Все абсолютно анонимно. Вся информация получена в ходе переписи совершенно конфиденциально, обезличена и будет использоваться только для формирования сводных итогов по нашей территории и направляться на федеральный уровень. А вот куда они пойдут, вот эти итоги этой переписи? На что они в дальнейшем повлияют? Полученные в ходе микропереписи сведения будут агрегироваться и отправлены будут на федеральный уровень. В дальнейшем будет таким же статистическим методом проведено распространение на всю численность территории, как субъекта, так и в целом Российской Федерации. Будет доклад правительству Российской Федерации. В 2016 году, в четвертом квартале 2016 года, руководитель федеральной службы будет выступать с докладом в правительстве Российской Федерации о проведении микропереписи, о ее результатах. Ну а правительство Российской Федерации, имея уже на руках полученные данные, будут принимать соответствующие решения по различным социально-демографическим вопросам. Ну, Хакасстат обращается к населению Республики Хакасия принять активное участие в микропереписи, потому что вопросы очень загободневные, необходимые для принятия управленческих решений. Но если уже гражданин категорически отказывается, такой момент имеет место тоже быть. В этом случае будет в электронном опросном листе поставлена метка «Отказ от ответа», и гражданин должен будет указать причину, по какой причине он отказывается. Это, так скажем, тоже послужит предпосылом для руководства страны для принятия в дальнейшем каких-то законодательных актов. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!